Ну вот, пока мы тут готовимся к весне и говорим, ну когда потеплеет, вот есть люди, которые уже к лету готовятся, и у них все в самом разгаре. Друзья, ну мы вернемся к нашим баранам, в смысле, в буквальном смысле, к мясу. У нас тема эфира сегодняшнего «Можете ли вы прожить без мяса на какой-то определенный срок?» И вот мы до этого рассуждали, так сказать, как пользователи, да, не профессионалы, А сейчас мы давайте дадим слово профессионалу, Роксана Бондаренко, диетолог, с нами выходит на прямую связь. Роксана, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, Роксана, рада вас видеть и слышать. Да, ну и будем вас пытать по поводу того, собственно, как влияет на организм отказ от мяса. И давайте, собственно, с вас вот начнем. Вы сами пробовали там не есть мясо или, может быть, не едите? Да, я пробовала, 8 лет не ела мясо, у меня был такой период в жизни, но сейчас я вернулась, вернулась в ряды обычных людей. Почему это произошло? Ну, это были психологические такие моменты, и я могу сказать, что были проблемы со здоровьем. Вернее, они в период, когда я не ела мясо, я нашла проблему со здоровьем, поэтому я вернулась к употреблению мяса. Роксана, а как долго вы не употребляли мясную пищу? Восемь лет. Восемь лет, такой длительный срок. Восемь лет – это длительный срок, да. На самом деле, говорят о том, что очень много витаминов не хватает тем, кто отказывается от мяса. Приходится ли вот таким людям принимать как-то дополнительно витамины, может быть, там, в мультивитаминные комплексы? На самом деле, да. На данный момент в моей практике очень часто встречаются люди, которые не едят мясо. И я вижу очень большой железный дефицит, что и в своей практике я встретила. Поэтому, когда человек отказывается от мяса, нужно прикрывать дефициты. Дефициты витамин, сдать обязательно анализы. Обратиться к специалисту, если у вас есть большая утомляемость. То есть, если вы себя плохо чувствуете, если вы вставаете утром, может, вам тяжело, это первый звоночек о том, что нужно обратиться к специалисту, сдать анализы и восполнить дефициты. Ну, то есть, не нужно вот так вот с бухты-барахты начинать такую безмысленную диету. Лучше проконсультироваться со специалистом, посмотреть, какие есть там проблемы со здоровьем, слабые места, и потом уже начинать. Ну, смотри, да, совершенно верно. Однако, отказ от мяса временный, вот на данный момент, да, ваша тема эфира, это, я считаю, что полезно. Почему? 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 У нас нет толерантности к мясу. То есть, вот в Сибири нам нужно есть мясо, мы готовы есть мясо три раза в день, на завтрак виде колбасных башхетов, на обед виде котлет, на ужин виде отбивных котлет. То есть, это, чем это чревато? Давайте так. Мясо, оно долго переваривает. Мясом нужно для переработки 4-5 часов. Поэтому, даже в своей практике, в обычное время, без поставки, либо ограничений, мясо на ужин мы убираем. Поскольку мясо прогревает, если долго переваривается, да, в ночное время. Поэтому утром бывают проблемы с отечностью. Я встала, могу проснуться, нет сил. Вот это тоже связано с присутствием мяса в вечернее время. Роксана, у меня еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот сейчас весна, казалось бы, да, такое время, когда у людей, ну, вроде бы, авитаминоз и так далее. И вот еще и пост, отказ от мяса. Насколько вообще это влияет на организм? В какую сторону? Ну, и вот, не вредно ли это? Могу сказать, что отказ от мяса, это не вредно. Это очень хорошо и для стройных, и для полных, и для пожилых людей. Вот тоже смотрю ваши кирси с утра. И вот женщина, которая звонила, говорит, что я мало ем мяса. На самом деле мясо возрастом, если у пациента есть проблемы с суставами, да, то есть если вы болеете, у вас болит ноги, руки, спина, то мясо в неделю в обычной жизни нужно есть всего два дня. То есть если у вас кто-то болит, то вот в данное время вам есть возможность облегчить свои страдания тем, что вы откажете от мяса. Потому что в мясе есть молочная кислота, повышением которой у нас разрушает сустав. Отказ от мяса полностью, да, в сторону фруктов и овощей, даже сезонных, даже старых, прошлогодних, это не есть плохо. Наоборот, вы будете витамизировать себя морковкой, свеклой, грушами, яблочками. Поэтому кушайте, будет очень полезно. В общем, больше овощей, меньше мяса. И два раза в неделю, как мы поняли, можно есть мясо. Спасибо большое, Роксана. Роксана Бондаренко, диетолог, была с нами на прямой связи. Ну и, в общем, как выясняется с точки зрения профессионала, ну и опытного человека, не всегда это полезно. Все должно быть в меру, и мясо, и не мясо, то есть без крайностей.